Добрый вечер! Сегодняшний гость нашей студии, зампред Амурского правительства, исполняющий обязанности министра здравоохранения Амурской области Николай Тезиков. Здравствуйте, Николай Львович! Добрый день, Николай. Как говорил Гагарин, поехали. Первый вопрос. Региональная программа государственных гарантий в медицине, по-моему, хронически дефицитная. Говорят, что 30% дефицит. Правда, нет? Я бы внес небольшую корректировку в два понятия. Региональная программа госгарантий, которая имеет вполне конкретное субъектовое финансирование в виде бюджетных субсидий. И программа государственных гарантий или территориальная программа обязательного медицинского страхования. Поэтому, если говорить о второй, то она минимизирована в своем дефиците с 29 до 15% на текущий год. А программа госгарантий оказания граждан бесплатной медицинской помощи за счет другого источника, но она, в принципе, осталась на том же самом уровне, который имел место в 2011 году. Дефицит какой? Где-то около 20%. Много, доктор? Много. То есть, настолько нас ровно недолечат? Не совсем так. Я считаю, не совсем правильное понимание вот того статуса КВО в оказании медицинской помощи. Есть очень дорогостоящие виды медицинской помощи, есть более доступные и более качественные виды медицинской помощи. Поэтому тот приоритет, который сейчас имеет вполне конкретную законодательную тенденцию, это амбулаторно-поликлиническая помощь и стационарозамещающая медицинская помощь, она в данном случае менее затратна и более доступна. То есть, в стационар попасть будет все труднее и труднее? Нет, просто необходимость попасть в стационар будет максимально дозирована, чтобы это не было какой-то извращенной нормой. Понятно. Сегодня это извращенная норма? Не совсем так. Существует, но не совсем правильное понятие о степени необходимости и о степени, ну, наверное, той цельсообразности, которые должны во всем вот этом вот звене или в этапировании оказания медицинской помощи и оказывать все звенья, начиная с патронажа участкового врача, амбулаторно-поликлинического звена и дальше уже как этап стационар круглосуточно. Николай Иванович, советская медицина хорошая была? Думаю, что да. В принципе, все азы советской медицины, они лежат в основе... Вот 70 лет, грубо говоря, были одни показания для стационарной помощи, сегодня все по-другому. Получается, что 70 лет ваши наши предшественники неправильно лечили и мыслили? А вы знаете, я приведу вам абсолютно нормальный постулат или показатель, потому что мне нравится рассуждать на ту или иную проблему языковым цифрам. Ну, например, смертность сердечно-сосудистых заболеваний, леченных и нелеченных, допустим, в круглосуточном стационаре, практически один и тот же процент. Да давайте больницы закроем, да и все. Нет, нет, нет. Проблема несколько в другом, но тем не менее то, что вот вы заостряете внимание именно на стационарах, допустим, тут я, ну, немножко не соглашусь. Доступность в оказании медицинской помощи, да, но доступность, я уже обозначил, касается всех видов медицинской помощи. Хорошо. Что у нас с кандидатурой на пост министра здравоохранения области? Ошибаться просто уже больше некуда. Три ваших предшественника, ну, доломали, на мой взгляд, отрасль. Ну, вопрос, наверное, не совсем ко мне, отчасти ко мне, Ну, потому что я курирую как заместитель председателя правительства этот вопрос, разумеется. Ну, вот Олег Николаевич Кожемяка, губернатор субъекта, пока это право предоставил мне. Насколько оно будет пролонгированным, я не знаю, но задач поставлено очень много. Понятно. Другой кандидатуры пока не обсуждается, да? Во всяком случае, я об этом ничего не знаю. Вопрос с сайта Амур-Инфо. Очень трудно попасть в городской поликлинике на прием к узкому специалисту. Приходится идти в частные медцентры, платить за это деньги. Ну, и далее человек робко пишет о своих конституционных правах. Как на самом деле ситуация? Ну, вы понимаете, я думаю, сейчас законодательно в этом вопросе будет легче с одной стороны, и практически будет легче тоже с другой стороны, потому что законодательно я имею в виду вот тот новый закон о основах охраны здоровья, который вполне конкретно обозначает нормы, ну и, разумеется, конкретно расписаны права пациента. С улицы прийти, талончик взять можно, нет? Я думаю, можно, и в этом нет особых трудностей, тем более мы минимизируем это время с точки зрения внедрения и электронных регистратур. Другой вопрос, что если, допустим, мы рассматриваем первичную медико-санитарную помощь и берем село как таковое, то есть просто некомплектность этих специалистов. Не каждый человек, в общем-то, жаждет прилагать свои усилия в ипостаси узкого специалиста в конкретном муниципальном городском округе или в муниципалитете. Но мы работаем в этом вопросе. Что там с районной медициной? Беда с кадрами? Можно так сказать? Я знаю там в Архарихе хирургу 70 лет, в Акимчане терапевту 78 с двумя палочками ходит. Таких примеров еще 10 могу назвать. Но эта беда не фатальная, она поправимая, потому что есть целый ряд финансо-экономических мер, которые будут стимулировать именно молодых специалистов, которые могут пока декларативно обозначить это право, а потом это декларативное право уже реализовать в области той или иной центральной районной больницы. То есть выдается 1 миллион рублей конкретному специалисту, если он едет в сельскую местность и будет там работать в течение, допустим, 3-5 лет. Ну что такое миллионы прожития жизни в Акимчане, да? Ну начнем с того, что все-таки за 1 миллион там можно купить вполне нормальное, достойное жилье. А это немаловажный атрибут тех специалистов. А что дальше, что там? Ни дорог, ни одна школа на рамах держится и т.д. Ну почему? Ну как почему? Далеко не так. Во-первых, я считаю, что вот вся инфраструктура, которую вы сейчас так вот незначительным экскурсом обозначили, но она развивается в сторону, наверное, не деградации, а градации. Почему я об этом говорю? Потому что это блок моих вопросов. Если бы это была полная деградация, но я бы просто поднял руки и сказал, Александр, вы правы на 100%, а здесь я просто полемизирую с вами, потому что там есть масса плюсов. Раз блок ваших вопросов не только медицинский, а вообще такой социальный блок самый трудный, кстати, хочу вот о чем спросить. Много говорят о программе «Доступная среда для инвалидов», прокат костылей, уток и т.д. Но пандусов как не было, так и нет в нашей жизни. Вы понимаете, по какому-то волшебному велению это все не появится, это все равно эволюция, это деньги, которые нужно делать. В этом вопросе очень жесткую и такую четкую последовательную позицию ныне определил губернатор субъекта Олег Николаевич Кожемяков. И вот на последнем совещании вообще было сказано о том, чтобы мы создали рабочую группу, посетив город Санкт-Петербург, где изготавливаются протезы максимально адаптивные для физиологии человека. Это очень серьезный шаг, потому что вот нынешние протезы, которые изготавливает Министерство социальной защиты, ну они такие вот пока еще достаточно простые. Но лошади упали бы в этих протезах. Не знаю, я так не буду говорить, потому что функционал определенный они выполняют, но ту задачу, которую поставил губернатор субъекта в отношении совершенства этих протезов, я думаю, она будет исполнена. Николай Леонидович, ну жизнь соткана из мелочей, и никто меня не убедит в обратном. Съездить в Петербург, посмотреть высокотехнологичные протезы. Нет, не только посмотреть, и потом реализовать. И потом реализовать, наверное, неплохо. И, наверное, еще вопрос задам. Когда у нас заработает в полной мере наркологическая служба? На сегодняшний день банальная поликлиника, никакой не диспансер, стационара нет. Я думаю, в течение этого квартала организационно мы уже выйдем практически на финишную прямую, включая получение соответствующих документов. Стационар когда откроется, на ваш взгляд? Не буду пока говорить, дабы... Договорили в октябре, уже в декабре обещали всех вылечить. Я вам ставлю определенный критерий квартал. Это вполне нормальная норма. То есть в первом квартале... Не первый квартал, а квартал с того момента, после того, как мы с вами, так сказать, начали обозначать этот вопрос. Потому что я не могу делать, так сказать, отправным параметром квартал, так как функциональным обязанностям я приступил, вот извините, 4 дня тому назад. Ну, медицину-то вы же нашу знаете, как на ладошку. Знаю, знаю, знаю. Ну, в первом мае откроется наркологическая цена. Думаю, что да, даже может быть раньше. Как только это произойдет, Александр, я собственноручно и собственно лично вам об этом уведомлю. Хорошо, а мы придем и расскажем об этом. Конечно. Спасибо. Это были простые вопросы для исполняющего обязанности министра здравоохранения Амурской области, зампреда Амурского правительства Николая Терзикова. Мы говорили о медицине, социальной помощи, инвалидах, страданиях и докторах. Всем здоровья, добра, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»